То, что сегодня сделаем вместе, вы дома должны самостоятельно еще раз сделать. Вот, посмотрите. Ребята, вот это что у нас? Это просто мейн, да? Давайте создаем папку. Просто футер можете назвать. Чтоб потом можно было легко и легче найти. Вот, открываем. Си-э-со-с. Ну, и Си-э-со-с будет Тайя-эс. А, сделай себе какой-то папку. Стиль, да? Делай себе тоже. Нет, это функционал наоборот. Стиль же Си-э-со-с. Наталья, помнишь, что на самом деле, если на время нажать кнопку, оно переходит в следующий скейт, вот, с этой связь на нервы? Это же ты знаешь, это пустой. Нет, с этой связь. Похоже с ум. Я вас крик, я вас крик, ты больше ума. Я сейчас вам покажу, попробую джаз. Да, я еще один, но так, где я делаю. Их! Ты сделала меня для вас крик. Вот, видите, ребята? Вот это джаваскрипт, например. Сейчас. Видите, вот так. Вот этот эффект с помощью джаваскрипта. Мы пройдем тоже. Мы тоже пройдем. А зачем вам ход, ребята? Потом пройдем. Хорошо, я просто показала вам. На джавасе есть ход. Ладно. Диси. Вот видите, а такой ход. У-у-у-у. А кто это? Ну, немного. Можно научиться. Теперь давайте перейдем к нашей теме, к основной. Значит, давайте H1 футер, да? Так. H1? Футер. Напишите все, ребята. H1 футер будет? My first footer. H3 там было, наверное. H3? My first footer, да? My first footer. Ха-ха. First footer, да? А потом? Что? Внутри пи? А давайте это все будет внутри дивы. Внутри пи, внутри тега пи, параграф. Параграф и лорэм. Пятьсот, например. И смотрим, что получилось. У-у-у. Киллджат. А, нет, у меня что-то не сработало. Ноль пи, вот так. Да. Киллджат. Смотрим. Ага, вот так-то получилось. Вот так. И теперь все, все, что нужно делать, ребята? Обнуление, да? Обнуление-то что? Когда мы делаем margin 0, padding 0, да? Вот эти обнуления. Margin 0 нужно сделать. А также padding 0. И box-sizing borderbox. Обязательно напишите перед кодом, да, вашим? Всегда. Вот. Сейчас смотрим. А, нет, мы же не подключились. Что мы написали, box? Box-sizing borderbox. Box-sizing. Вот, посмотрите, вот, отступы убрались все. Borderbox. Угу. Давайте для бади зададим шрифт какой? Побольше. Тонус убралась. Хотя... А, тонус, да? Угу, да. Давайте, у нас же div есть, да? Ну, ты дивана, что было? Пи, да? Для него зададим фонсайз побольше. Ну, примерно 20 пикселей. Ага. И H1 и этот, H1 и H3 будет, давайте, у нас побольше. И box-sizing. Box-sizing будет... Паппитили, да? Угу. Будет сколько там? 40? И H1 и box-sizing. Можно 50 сделать. Х1 и reduce. Все. Все. Возможно, происходит. Поп hombre, почему-то дарелюсь. Сахе. Рампульс при этом. вот видите можно написать что текстовая центр и бэкграунд сделать какие школах например черный кор шрифта белым да вот тогда будет интереснее либо не белый а вот просто папку напиши и потом увидишь какой-нибудь а давайте белые белого сделаем а то что у нас что бы он был максимально минималистическим теперь сюда ребята переходим к футеру здесь не главное а ребята давайте лорему еще добавим а хотя нет все нормально все ребята вот здесь закроем можно закрыть закончились дива теперь открываем футер и он будет с классом футер класс тоже будет пусть футер или а заслуживаешь вот здесь девочка же есть вот открывает закрывает теперь посмотрите ребята вот этот футер да на чем он стоит да контейнер и стоит ребята так сейчас покажу вам вот здесь можно увидеть видите див контейнер да вот зеленый зеленый же есть это все находится в контейнере значит что нам нужно создавать контейнер да 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 вот посмотрите ребята вот здесь нам не видно но здесь есть контейнер если поставим бордер можно увидеть вот его ширина вот такая у контейнера вот давайте создадим контейнер поэтому да див с классом контейнер чтобы все находилось внутри контейнера потом див с классом контейнер они же в контейнере стоят вот все и и потом давайте я еще добавлю класс ров ров это что такое ребята ряд да мы сейчас мы сейчас как добьемся этого эффекта ребята дисплей флаг задать да да и поэтому давай я для него вот собственно и для него создала то есть кроме мы будем задавать дисплей флэкс он будет родителям для наших вот этих колонок 4 колонок есть так первая колонка вот вторая колонка третья колонка четвертая колонка и для них будет родителям именно этот роб ему задавать будем дисплей флэкс понятно да ребята и теперь делим на сколько часей на 4 до на 4 дива давайте я назову пол так что футер на футер колл футер колл футер колл таким вот образом ребят у нас пусть сколько футер колл сколько колонов будет у нас а ребята 4 да вот умножаем на 4 . футер колл умножаем умножили на 4 сейчас вот футер колл футер колл футер колл да вот это первое вот это второе третья четвертая колонка сделали да сейчас я не успел наверное так ребята уже футер колл создали да как думаете внутри что будет внутри футер колла вот например первого посмотрите вот внутри вот это футер колл первый да что будет список да молодцы да а вот это что первое это просто заголовок да а вот эти уже нет нет 4 наверное это это что это список да молодцы а а да ребята вот футер колл да внутри него будет эти четыре там написано что написано так компани да написано а а вот компани потом у нас будет список ребята ул внутри ул а сколько будет ли 4 ул и лий умножаем на 4 а вот и оба Dusis копиры ул ah 4 угу оба ар а ул а Ребята, вы можете просто Лорена писать, да, если вам лень. Подождите, я вам не учусь. Потом что? Алла Сурвайсис. Вот, ребята, мы уже список создали. Вот, с первой колонкой уже закончили. Альбик, что ты говоришь? Чёртв. А, я забыла, да, конечно, его нужно было писать. А, я забыла, да, конечно, его нужно было писать. Чёртв. Чёртв. Умножить на 4 И внутри А будет Потом А4 Нет, больше А4 А Успели, ребята, или нет еще? Давайте подождутся Так, смотрим-смотрим Ничего не получилось Да, пока вот это, да? А, внутри цены что ли это все делать? Ага, ребята, вот сюда Мы же див сделали, да? Из-за этого центр становится Давайте не к диву зададим, да? А именно этот будет какой-нибудь див Вот этот класс Хотя давайте вот этот свойств вообще уберем Мне кажется, вообще незачем его оставлять Вот этот див, да? Да, можно и классом заменить Но давайте, мне кажется, на белом фоне даже лучше смотрится Уберите вот это Давайте вот так и оставим Вот, вот так вот Просто Посмотрите, ребята Вот у нас уже вышла первая холодка Сейчас подождите Помпы не болтас Ваш своего сердца, да? А, все, да, ребята А, все, да, ребята? Ребята, вот футер колл сделали, да, уже Можем что сделать? Вот это скопировать, ребята Посмотрите Внутри футер колла скопировать И поставить вот сюда, да? Да Да Ага, вот я закрыла первый футер колл И вот сюда Я могу поставить И потом поменять, да, внутренние значения Все равно еще я создаю Что? Get help Пишем Хорошо Мы просто скопировали Мог бы просто скопировать Предыдущую колонку А, нет Так, все туда да опять ли можете сами добавить или вот к этому да онлайн шопа вот можно вот этот футер колл закрыть уже и писать будем внутри вот этого можете просто скопировать вот это онлайн шоп Услуживание, да? А, font of sms.cds. Да, font of sms.cds. Я золотые, я Google Fonts даваю. Google Fonts это для чего было? Это для текста. Шрифта we know. Для шрифта, да? Да. Зайдите, там что нам нужно? Вот зайдите, там есть тиклы. Watch. Поводь, шут. И заканчивай. И, не знаю. Пойди, вот тут, пейзмочечина. А, первое, на Библии снова. Пошли. 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 Да. Да, да. Вот колонки, с колонками уже задаты. Со списками закончили. Можем закрыть. И потом, вот, перейдем сюда. И здесь открываем новый div, ребята. а нет сейчас а сначала оснаешь 4 пишем из 4 фолла у вас еще для иконок создадим еще один дифф с классом footer icons хорошо вот footer icons то есть для иконок будет специально напишите теперь создаем сколько и у нас будет 4 до иконы 4 иконки до иконки они же ссылки ответе вот ссылки поэтому создаем 4 штука и потом внутренних будет что иконки наши давайте подключаемся к иконкам а также google shift там потому что здесь другой шри стоит чтобы максимально делать похоже находим заходим губы фонс а хотя давайте сначала флотов сам они начнем а у сам сиди она вот фонд общем сиди заходим сюда нет здесь список не нужен и ищем иконку вначале фейсбук года так сейчас смотрим да ведь они простые простые просто иконки то есть не такие круглые не не квадратные просто вот этого берем обычные берем самый до фейсбука вот это просто фэда да потом вот эти мы сами будем делать вот этот круг круг круге делать будем сами поэтому сейчас берем просто не работает к каком вафе подключены у меня и тиран 0 1 вот как 0 2 0 1 и подключитесь тогда потом ищем что instagram айтиран 0 1 и подключитесь альбей да 0 1 и подключитесь у меня 0 1 нормально работает и там твиттер и в конце был нет это длика с in а вот этот инжи написано это тоже социальная цель кстати то оттуда можно дать работу как программиста или в линк один не можете создать свои портфолио там и оттуда можно найти работу на удаленке и и да вот типа ребят вот подключилась да вот работает уже а вот linkedin еще добавить нужно потому что у него бэкграунд есть а нам нужен без бэкграунда вот видите все нормально стало вот последний у нас будет фаб фалик один теперь ребята посмотрите у нас что было здесь футер был да давайте для него что задать футера что нужно задать нам как думаете для футера какой дисплей флэк ой нет ребята задний фон посмотрите задний фон другой да отличается давайте к футеру зададим . футер да у нас футер с классом футер был давайте к нему зададим задний фон бэкграунд кола . футер будет у нас бэкграунд будет ребят знаем вот так можно задавать цвета с решеткой да какой свет был там да вот этот цвет ребята это называется вот то что пишется с начинаете с решеткой да с шарпа это и называется хэкс колор хэкс колор вот так пишется ребят хэкс колор это что код цвета да смотрите например если черный сделаете вот так нажмете там этот выходит же вы же перемещаете цвет да там вот же да там а мы можем сами выбирать да все да вот ребята посмотри посмотрели видите у нас какой стал футер бэкграунд да не черный ребята это не черный ребята это как бы какой цвет да темно-серый не и не серый не по середине ты футер задал да потому что ты черный боди боди задал шоу так выходит ничего страшного можешь оставить теперь из-за того что у тебя же дисплей слэкшен стоит если уберешь но как у нас будет у тебя теперь все ребята да продолжаем теперь переходим к чему эльбе все переходим к чему контейнеру ребята контейнеру ему зададим что контейнер и спать вот я же объясняла ролл будем задавать контейнеру да делаем контейнер ребята вид цехать нужен да вид какая сто процентов нет ребята здесь ребята знаете что такое вот есть максимальный вид если мы пишем макс вид ребята чем отличается макс вид открыться давайте я покажу вам чем они отличаются давайте я просто сначала пишу вид с 900 пикселей да и бордер у нас будет какой-то белый я сейчас объясню человек что означает макс вид сейчас это бордер ребята белый стоит мы за то что здесь задали что бордер да вот это наш контейнер давайте я пока что он цвет уберу под 10 потому что вам незаметно становится и бордер будет не черт не белый это тоже это сделаем посмотрите вот видите у нас вот такой контейнер до получился когда теперь мы же сделали чтобы у него мы говорим что у него был вид 900 пикселей а теперь когда мы если мы хотим посмотреть его на телефоне вот и спонс когда сделали видите у нас кроу появляется вот видите неправильно ведет себя уменьшаем уменьшаем видите опять кроу появляется вот так на так нельзя же так нельзя делать потому что здесь почему скроу появляется потому что вот видите контейнер у нас длинный сколько 400 до всего лишь 400 а здесь у него вид у нас 900 поэтому не пойдет контейнер как рано не помещается и вот так становится вот сюда и вот так становится вот сюда поняли ребята поэтому да если мог сделать да я посмотрим макс и сделаем а ё-моё я закрыла в катку на 500 теперь посмотрим вот смак свитцы видите здесь уже что не туда скоро спала нету вот контейнер берет какое значение стопроцентное значение видите нет это как это работает то есть максвиц как раз таки нужен для адаптивности да то есть максимальный на 100 да если говорить например и мы говорим чтобы он не вылезал за границы до чтобы он всегда брал максимальную ширину если экран меньше 900 а что если что делать 100 процент сделать посмотри вначале у нас не стопроцентная а когда уменьшаем как раз таки уменьшаем будет стопроцентная здесь да а если ты сразу напишешь что 100 процентов да здесь вот посмотри вот видишь здесь что увеличивается да и здесь становится на все на всю ширину экрана а мы не хотим чтобы когда был у нас экран большой мы не хотим чтобы он был на всю ширину мы хотим где он чтобы он где-то вот здесь был до сюда а когда уменьшаем стопу понятно и нас поэтому нам нужно писать что максвиц и кстати ребята с изображениями также например вы когда изображение меня есть параметры изображения да вы просто пишите вид сколько-то да например например вы сделали 400 у вас экран будет 300 у вас уже адаптивка ломается поэтому всегда ребята когда хотите делать сайта адаптивными использовать нужно максвиц хорошо запомните это ведь ведь да и 900 на пикселей а вы делаете тысячи да у вас экран большой пиксель пиксель максвиц 900 пикселей что процент ребята сто процентов сто процентов пикселей а максвиц не нужно автоматически уделяется а 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 теперь ребята что что нужно делать переходим к рову до ряда да да давайте переходим к нему ряд и для него что или а 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 в а а и а это а а а и посмотрите ребята у нас контейнер где стоит неровно стоит да не по середине да вот этот красный контейнер вот этот красный с границей как перед передвинуть до марж на авто да куда это смотрите вы много ли ставите а если 500 сделать вот отсюда будет нет не пять тысяч тысяч делать либо 700 800 а теперь как посмотрите ребята маржин аута сделаем сюда так пишем маржи автоматически определяется вот теперь мы же помните убрали вот это бэкран то обратно поставлю все получается вот так у нас и теперь ребята посмотрите у них сейчас нету виться у колонок поэтому они вот так прилипли друг другу ребята вот посмотрите контейнер у нас сколько процентов он сто процентов да сейчас для своих начальных элементов он является стопроцентным да и вот контейнер делим на четыре части ребята стоп до 100 9 100 процентов делим на четыре полчаса 25 процентов значит да да значит деться колонок будет 25 процентов каждого футерков . футерков до пол будет у него вид 25 процентов чтобы они были ровны ровно 25 на 4 100 процентов будет вот посмотрите теперь нормально стало вид 25 процентов вид 25 процентов 25 процентов да процентов да все эльби все вот а теперь а теперь что нужно делать да ребят давайте выставим он делаем где выставил . футерков у да нет у просто лист лист это что лист на список поэтому зададим к листу кулу да ул это есть список ребята запомните лист лист но да вот точки маркер убрали уже а теперь ребята что нам нужно ребята отступ до а сейчас вам не видно да давайте кау рвать и сделаем да вот кау рвать сделаю чтобы вам было видно все видно да теперь смотрите что нам нужен ребята нам и этот заголовки тоже сделаем белыми х х 4 да угу color white смотрим да ребят посмотрите как вы думаете что нам нужно вот здесь а отступ нужен на жмотом да отступ нужен ребята не между ботом отступ какой отступ внутренний либо внешний ребята Да, молодец, пэддинги. К чему нужны пэддинги? Ну что, у этого есть еще четыре одной. Да. Давайте зададим пэддинги к футеру, хорошо? К футеру? Нет, просто футеру, да. Нам нужен отступ в общем футеру. Пэддинг будет у нас... Полный. Сейчас 50 пикселей, да, делаю. Так получается. Еще можно больше сделать. 70 пикселей. Да. Вроде нормально, да, теперь? Сейчас посмотрим. У них как бы было. А, ну как что ли? Футеру задали, да. Пэддинг. Внутренний отступ. Пэддинг бот или как? Нет, просто со всех сторон. Ну, просто фэддинг. О, вот так, все, а почему ты вот так сидишь? Красиво. А как у коллеги? Да. Вот так, пойдем? Нет. 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 Будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо. Теперь, ребята, что нужно делать? Посмотрите. Давайте к шрифтам подключимся, да? Шрифт. Находим этот шрифт. Google Fonts находим. И там есть шрифт под названием Poppins, ребята. Poppins. Вот так пишется. Находим этот шрифт. Poppins. Находим этот шрифт. Вот видите, вышла Poppins. Вот. Выбираем его. Поппинс. Поппинс. Да. Поппинс. Поппинс. Поппинс по спин ANY. Идет. И подключаемся линком или импортом? Да. Импортом. Да. Импорт. Теперь, с нас неmill ub � я. По д dealt. Нет. Это на всей странице давайте. Для WADI задайте. Плейка или импорт? Импорт. Вот. Уже подключились. теперь нужно выбрать фонд family да вот это скопируем и для body ставим его вот сюда написали body и для него будет такой шрифт вот body font family poppins ансариф пишите смотрим на что получилось закрыли вот как видим сейчас вот как видим витя шрифт поменялся вот на теперь такой вот шрифт и здесь что нам нужно вот посмотрите что говоришь а вот эти да сейчас уберем давайте я покажу вам вот ребята дисплей флэкса есть свойство флэкс в раб да что она делает да вот видите здесь когда мы уменьшаем некрасиво да получается мы можем что сделать флэкс где у нас дисплей флэкс стоит да мы можем флэкс в раб в раб сделать воду в раб в раб и здесь посмотрим что получилось хотя здесь не видно ребята мы нам нужно еще эти добавить медиа запросов кстати добавим ребята сейчас обязательно нужно флэкс в раб фрэп добавить ребята без него потом мы не сможем его делать адаптивным а работает да сейчас я зададокер самый маленький телефон то есть у которого есть соединение к интернету сколько пикселей 2 дюйма на все ребята на подождите хорошо подожду да да Продолжение следует...